Официальная кампания по выбору президента еще не началась, но все семь кандидатов активно мелькают на экранах телевизоров, выступают по радио и печатаются в газетах. Их предвыборные программы, конечно, отличаются друг от друга, хотя не на много, ведь они все направлены на укрепление могущества России как следствие улучшения жизни граждан страны. В случае победы кандидатам будет над чем работать. Повышать качество жизни россиян придется в большей части нашего государства. Опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2017 год. В списке 85 краев регионов и республик. В первую пятерку традиционно вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Белгородская область. Замыкает рейтинг Ингушетия и Тыва. Болгоградская область расположилась на 39 месте, поднявшись на один пункт по сравнению с годом 2016. Я думаю, что представленный рейтинг один из немногих рейтингов, который, на мой взгляд, отражает объективно положение региона. За последнее время было очень модно говорить, что Волгоград депрессивный город, что Волгоградская область находится на дне всероссийских рейтингов. И вот этот рейтинг показывает, что это далеко не так. Мы на заседаниях клуба экспертов не раз говорили, в том числе и с Волгоградским журналистом, что вот эта чернуха, которую полны местные СМИ, зачастую... Не СМИ, а социальные сети. Ну, хорошо, сети. Это зачастую информационный шум. Реально город находится в середине российских регионов. Вот это 40-39 место. То есть, оно соответствует, да? Да, безусловно. Это половина ровно. Причем, я бы сказал, мы в той части средних российских регионов, которая имеет шансы поднять свой рейтинг и приблизиться к 20-ке лидирующих. Пятерка лидирующих, о которых вы говорили, Марина, она из года в год одна и та же. Это две столицы, это Татарстан, который находится на особом положении, и наиболее, так сказать, развитые регионы с благоприятным климатом, инфраструктурой и, соответственно, имеющие приток вложений. Поэтому наша область в этом смысле, в общем, занимает, я бы сказал, устойчивое положение с перспективой повышения. И вот эта вот вилка, в которую попал Волгоград, ему не очень в этом смысле повезло. Но все равно вот эта позиция устойчивого середняка, о чем мы всегда говорили, вот Александр Ильич вспомнил это, и я еще хочу тоже это подчеркнуть. Мы поставим практически вот это наша единая позиция нашего клуба экспертов о том, что Волгоград не является каким-то убогим упадническим регионом по сравнению с другими. Это устойчивый середняк, он относится к числу середняков российских регионов, и в этом смысле его позиция сохраняется. Вот эти колебания там в одном месте и так далее, оно, конечно, не имеет никакого значения. Важен тренд. Регион крепко сидит в середине, и он не падает. Сейчас в ситуации кризиса, вот последних там пяти лет, ожидать какого-то роста вверх на самом деле вообще не стоит.